Учёные находят голову, которой более 2000 лет, и желают её пробудить. Но им не понравится то, что они увидят. Окей, фильм начинается. И мы наблюдаем за прекрасными видами девственной Шотландии. Внезапно в кадре появляется инопланетный корабль, и с него сходит голый лысый мужик. Бахает рюмку талки за здоровье близких, и поскольку алкоголь разрушает организм, мы можем всё это видеть на его примере. Когда алкоголь попадает в кровь, эритроциты слипаются, капилляры раздуваются и лопаются. Ладно, на самом деле именно так зарождалась жизнь. Ведь его ДНК попадает в воду, и в итоге происходит смесь, из-за чего зарождается жизнь. Поэтому уже спустя каких-то 2089 лет, Элизабет Шоу вместе с другими археологами может проводить свои раскопки. Они находят чертовски старые наскальные рисунки, из-за чего делают вывод, что инопланетяне существуют. И по всей видимости они были нацистами, потому что другой причины зигования я не вижу. И вот уже спустя 4 года собирается экспедиция под названием Прометей, для того, чтобы найти этих самых инопланетян. Вся экспедиция проводит полёт в стазисе, кроме одного. Это Дэвид, и он андроид. Если так подумать, то он довольно жуткий тип. Ходит, смотрит сны других людей, катается и играет в баскетбол, красит волосы. Но из-за того, что его играет Фассбендер, ему можно всё простить. Сон пора прерывать, ведь экспедиция прибывает на назначенное место. Первый просыпается Шарлиз Терон, и она тут за главную. А затем в чувство приходят и остальные члены экипажа. Кстати, забыл сказать, вместе с Элизабет Шоу полетел её муж. Это Чарли, и он тоже археолог. А вот капитан корабля и по совместительству самый харизматичный чел в этом фильме. Вся команда просыпается, моется, кушает и отправляется на брифинг. Итак, сейчас объясню, что к чему. Это Вейланд, и он что-то вроде Илона Маска на максималке. Очень богатый чел со своей компанией, но при этом суеверный. И Элизабет Шоу пришла к нему и доказала то, что инопланетяне существуют, они наши создатели, и он выделил деньги, правда посмертно, на то, чтобы ребята полетели и исследовали, в общем, там всё. А это его дочь. И так как батя умер, то она здесь за главную. Голограмма Вейланда знакомит всех с андроидом Дэвидом, он говорит, что он не как брат, правда у него нету души. И вызывает Элизабет Шоу вместе с мужем, для того, чтобы те рассказали детали операции. Ну и они рассказывают всей команде. Короче, мы нашли старые рисунки, капец какие старые, и там нарисованы летающие тарелки, а значит инопланетяне существуют. Короче, давайте их найдём и спросим, для чего они нас создали. То есть мы здесь из-за карты, которую вы нашли в пещере, так? Аргумент весомый, поэтому мы отправляемся на эту планету. И дочь Вейланда перед высадкой приглашает археологов, для того, чтобы дать им наставление. Никаких контакт, ничего нельзя делать, пока не доложите мне. А ещё она говорит, что всё это выдумки пещерных людей, и только из-за отца они всё это делают, потому что он был суеверным. А также на корабле находится прибор для операций, и он как ружьё Чехова, ещё сыграет свою роль. Экспедиция начинает посадку на планету. И это суперкрутой момент, особенно если ты знаешь, что это приквел Чужого. Они удачно приземляются, надевают скафандры и отправляются к пещере. В самой пещере они запускают сканеры и пытаются найти хоть какие-то признаки жизни. И тут не знаю, какая моча ударила в голову Чарли, но он говорит, что здесь терраформирование, значит воздух чистый, и снимает свой шлем. Повезло, что он не задохнулся на чужой планете, и в итоге вся экспедиция снимает шлемы. Ну а чё, безопасность? Кому она нужна? А вот Дэвид находит какую-то странную субстанцию. И меня удивляет, почему он не сделал вот так. Он же андроид. А может он и хотел так сделать, он даже рот открыл. Внезапно по кораблю начинают бегать голограммы инопланетян. Экспедиция нехило так пугается от этого и начинает бежать от них. Но в конце концов они понимают, что это были голограммы, и находят труп инопланетянина. У двоих из экспедиции моментально сдают нервы, и они на такое не подписывались, поэтому они хотят отправиться обратно на корабль. Ну а остальная часть группы благодаря Дэвиду открывает дверь и видит, что же там всё-таки находится. Ну а находятся там фрески инопришеленцев, какие-то стрёмные колбы, и голова того самого инопланетянина. Видимо из-за того, что люди спустились на эту планету, атмосфера начала меняться, и короче, началась полная жопа. Поэтому ребятам нужно срочно валить из той пещеры, и всё, что они забрали, это голову, а Дэвид забрал стрёмную колбу. Короче, всё не слава богу, потому что голова падает, Элизабет Шоу бежит за этой головой, но её сбивает ветром, к ней на помощь бежит её муж, и в конце концов всех спасает Дэвид. Блин, на самом деле сцена очень напряжённая, мне очень понравилось. А ещё помните тех двух учёных, которые не выдержали и собирались идти на корабль? Так вот, они запутались в этой пещере, и теперь не могут оттуда выбраться. Ну что, оправданы ли были все эти риски? Давайте посмотрим. Учёные снимают скафандр с инопланетянина, и это оказывается снова лысый мужик. Так как он мёртвый, они хотят подать небольшой разряд, для того, чтобы его мозг снова заработал. Но учёные немного перестарались, из-за чего... Последний, кто мог ответить на вопрос, в чём смысл жизни, сделал бум. Так что было дальше? А дальше Дэвид с кем-то разговаривает. После чего его прессует дочь Вейланда и спрашивает, что он сказал? У меня лишь один вопрос. Кто? А потом Дэвид идёт и достаёт колбу с непонятно чем. Ну а Шоу проводит ДНК-анализ с инопланетянами, и оказывается, что они полностью совпадают. А Дэвид берёт, открывает колбу, достаёт оттуда какие-то леденцы, и капает каплю чёрной жижи себе на палец. Так, ну и давайте я вам кое-что поясню. Вот парень Элизабет Шоу, и он не особо в ладах с Дэвидом. Их диалог примерно выглядит вот так. Ты всего лишь машина. Только имитация жизни. Робот сочинит симфонию. Робот превратит кусок холста в шедевр искусства. Я хочу пиццы. Поэтому Дэвид берёт и добавляет ему чёрные жижи в стакан. Ну а те два горя застрявших экспедитора в пещере находят кучу трупов инопланетян. И вот знаете, у них такой напряжённый момент, ведь кто-то убил инопланетян, а они надеются, что здесь никого нету. И в этот напряжённый момент им не хватает только того, чтобы кто-нибудь взял и в рацию как... Парням явно теперь придётся скафандр менять. Короче, живая активность всё-таки замечена на карте, и они почему-то идут это проверять. Ну а заражённый муженёк приходит к Элизабет. И под предлогом того, что когда мы ещё потрахаемся на другой планете, они занимаются сексом. Капитан задаётся точно таким же вопросом и предлагает секс дочке Вейланда. У меня. Через 10 минут. Ну, за капитана я счастлив. Правда, пока капитан пошёл трахаться, эти двое нашли живых существ в этой пещере. И вот что они видят. И красивая. Красивая? Красивая, блядь! Если бы я увидел этот пенис хвостом с другой планеты, то бежал бы, куда глаза глядят. Но они так реагируют, как будто это единорог. Ну и что решают сделать профессиональные учёные? Ну, надо подойти погладить. И даже когда эта трясня раскрывается, они всё равно её не боятся. В общем, они поплатились за свою тупость. Но сцена, кстати, красиво поставлена и довольно жестока. И противно. А с утра муженёк встаёт и видит, что у него красные глаза. Но, дружище, не переживай. Я вот ролик всю ночь делаю, у меня такие же глаза... Эх, хотя забудь. Вот с чем фильм точно справляется, так это с показыванием противных сцен. Ну и так как буря закончилась, то они отправляются на вторую экспедицию. А Элизабет, он, кстати, ничего не сказал. Дочь Вейланда говорит Дэвиду, чтобы тот показывал всё со своих экранов. И Дэвид заходит в главную комнату инопланетян. А потом просто берёт и вырубает камеру. А вот мужа Элизабет с каждой минутой становится всё хуже и хуже. Также они находят труп одного из экспедиторов, и напряжение пиздец как нарастает. Потом на них нападает змеюка, они начинают бежать, кричать. А в это время... Дочь Вейланда говорит, что не пропустит вирус на корабль, и обстановка очень-очень сильно накаляется. А в это время Дэвид спокойно нажимает на какие-то яйца, смотрит на голограммы, и вообще он как будто находится в другой вселенной. Пока та часть группы умирает от ковида 228, Дэвид просто разглядывает планетки и удивляется всему. Ах да, и ещё он находит живого инопланетянина. Единственного. У Чарли уже развивается последняя стадия омикрона, не меньше. Ему очень херово. И поэтому он буквально добровольно идёт на огнемёт. Ну а Элизабет Шоу от стресса выключается. Ну а когда она очухивается, то Дэвид обрадовал её, потому что она беременна. И причём у неё уже третий месяц беременности. Она, конечно, понимает, что такое невозможно, соображает, что у неё в животе инопланетянин, и говорит Дэвиду. Уничтожьте его! А Дэвид отвечает. Мисс Шоу, аборт это грех. Что? Но на самом деле он её подъёбывает и говорит, что у тебя и муж умер, и отец умер при таких же обстоятельствах. Вот невезуха! А ещё я, кстати, твои сны смотрел. И Шоу вырубается. Но на самом деле она притворяется, вырубает учёных и пытается сбежать. Что ей, в общем-то, удаётся, но вы попробуйте побегать, когда вы беременны. Это очень сложно. Да-да, по своему опыту знаю. Короче, она прибегает к машине, которая делает хирургические операции, и я же говорил, что она ещё сыграет свою роль. Также она бахается обейсболом и готова к кесервосечению. И если выпить молоко с солёными огурцами, то живот будет примерно вот такой же, так что аккуратнее. Операция была тяжёлой, но мы можем поздравить молодую мамочку. Ой, какой милый малыш! А как назовёте? Я бы назвал Сквидвард. Но, как обычно это и бывает, к материнству она пока не готова. Поэтому она запирает его в этой штуке. А вот к кораблю пришёл один из членов экспедиции. Выглядит он пиздец как жутко и начинает всех разносить, но в конце концов его смогли уничтожить. А вот Элизабет Шоу, скитаясь по кораблю, находит Вейланда. И оказывается, он был жив. И теперь я объясняю, чё вообще к чему. Он, в общем, себя заморозил. Ему осталось жить буквально пару дней. И он хочет встретиться с создателями, поговорить с ними и попросить у них бесконечную жизнь. Элизабет Шоу говорит, что вряд ли они дадут бесконечную жизнь, скорее быструю смерть. Но Вейлан посылает её и говорит, мы нашли одного выжившего, если хочешь, пошли с нами. Кстати, охрененный капитан корабля говорит то, что здесь, на этой планете, происходит чёрт и что. И он ни в коем случае не допустит того, чтобы эта херня попала на землю. Короче, все собираются встретиться с создателями. И вот перед встречей дочь подходит к отцу и говорит, слушай, дядя, ты же понимаешь, что ничто не вечно. А смерть неизбежна. Ну и всё, в третий раз они отправляются в эту пещеру. А ещё оказывается, что в этой пещере находится инопланетный корабль. Так как Дэвид там теперь уже всё понимает, он размораживает инопланетянина. Тот очухивается, смотрит на людишек, а Элизабет Шоу всё спрашивает, какого хрена у вас были капсулы, которые уничтожают людей. Все думают, что инопланетянин хороший, но хрен там плавал. Он отрывает голову Дэвиду, убивает Вейланда и вообще всех остальных людишек. И только Элизабет Шоу смогла спастись. Кстати, прикольный момент. Когда Вейланд умирал, он ведь был такой суеверный и так далее. И в последние секунды жизни он говорит, что ничего нет. А Дэвид его поддерживает. Инопланетянин садится за штурвал корабля. И сейчас я объясню вам, как я понял вообще, что происходит. Короче, инопланетяне хотели переселиться на нашу планету. Но для того, чтобы, так сказать, наш климат подходил для них, им нужно было эту планету сделать под себя. Поэтому они использовали свою ДНК, кинули в воду и там начало происходить терраформирование. И чисто из-за этого появились люди. Потом инопланетяне планировали всех уничтожить с помощью этой чёрной жижи. Но что-то пошло не так и в итоге они все попомирали. Однако сейчас остался единственный живой инопланетянин, который собирается на Землю и всех там уничтожить. Элизабет видит всё это и понимает, чё к чему. Поэтому она кричит капитану, чтобы тот хоть как-то остановил инопланетянина. Иначе планета Земля умрёт. И капитан принимает героическое решение. Он нахрен выгоняет дочку Вейланда и решает идти на таран, потому что у них корабль не боевой и ракет у них нету. Дочка Вейланда улетает на спасательном корабле, а с капитаном остаются два пилота. И это душевный момент, потому что они все вместе врезаются нахрен в этот корабль. Инопланетный бубликокорабль начинает падать и Элизабет Шоу и дочь Вейланда почему-то бегут по прямой, а не могут свернуть вправо. Элизабет Шоу догадывается, что чтобы выжить нужно всего лишь повернуть в сторонку, а дочь Вейланда, к сожалению, задавливает. Но всё не слава богу, потому что корабль падает ещё раз и... всё равно Элизабет Шоу везёт и она выживает. В конце концов, с порванным пузом она отправляется на спасательный корабль. И вот тут действительно начинается атмосфера чужого. Поломанный корабль, мерцающий свет, стрёмная музыка и сильная женщина с топором и каким-то чудовищем на борту. Вы же не забыли, что Элизабет Шоу молодая мама? Оказывается, Дэвид жив и он говорит, что за ней идут. И за ней действительно приходит инопланетянин, но в конце концов её спасает собственный сын. Ну или дочь. А Элизабет сбегает с корабля. И ещё с инопланетянином проделывают хентай. В конце концов, Элизабет Шоу плачет, потому что она осталась одна на чужой планете и даже нету никакого корабля. Но Дэвид выходит на связь и говорит, что корабли-то на самом деле есть, инопланетные, и он даже может ими управлять. Главное, чтобы Элизабет пришла к нему на помощь. И она приходит, спасает Дэвида и они вместе улетают на инопланетном корабле. Ах да, ну а из инопланетянина вылез чужой. Ну точнее, какой-то чужой с Алиэкспресс, но всё же. Вот и всё. Конец фильма. Блин, на самом деле фильм мне действительно понравился. Он прикольный, не такой уж сильно затянутый, хотя идёт два часа. И вообще, я к нему гораздо более скептически относился перед просмотром, потому что давным-давно смотрел обзор Бэткомедиана и как-то думал, что это говно. Но на самом деле фильм не такой уж и плохой. Всё. Я устал, реально не спал всю ночь, сделал для вас ролик, поэтому надеюсь то, что ты поставишь лайк, напишешь комментарий, как тебе обзор и подпишешься на канал, если здесь впервые. Всё. Всех обнял.